Классы. Мы сегодня будем прибираться. Уже полы населения, штори вам же висят. Здесь могут получать духовное воспитание 120 детей. В новом здании предусмотрены 4 классных комнаты. Отделка части помещений практически на финише, но те, кто знакомы со строительством, понимают, что впереди еще много работы. Еще не завершена штукатурка, а далее косметическая отделка. Все это требует серьезных затрат. Воскресная школа строится довольно долго. По мере поступления средств, прежде всего, силы были брошены на восстановление соборного храма, затем на строительство храма Александра Невского. Теперь завершили Юспенский собор и Александр Невский, территорию благородили. Мы уже более активно приступили к завершению строительства воскресной школы. Так как уже, слава Богу, в Лобинске храмов есть, а нужно теперь храмы строить, как говорится, храмы духовно-нравственного воспитания. Эта беседа записывается в зале, где будет храм Крестильня. Панорамные окна гармонируют с соборным храмом, а фасад тоже будет в едином цветовом решении. В здании предусмотрены административные помещения и большая столовая трапезная, которая может вместить 60 человек. Болгачинный говорит, что многие неимущие после службы остаются отобедать сегодня в старом здании. Новое даст новые возможности. Для скорейшего завершения работ нужны деньги. Мецената, как таких крупных, нет. Кто-то плитку даст, кто-то ламинат даст, кто-то краску, наш химик пожертвовал нам краску. Таких крупных, в основном, за то, что приобретают бабушки свечечки в храме, потом часть налоги оплачиваем и часть вкладываем. У нас сейчас долг большой, не буду ее озвучивать, но есть потребность в финансах. Кстати, некоторые рабочие здесь трудятся бесплатно в рамках благотворительности. Часть стройматериалов предоставлена в долг. В храме рады любой спонсорской помощи. Куда мы не обращаемся, все ссылаются на современные экономические тяжкие положения. Поэтому, ну, всякое да и благо, да и мы за все благодарны. Остаются считанные месяцы до учебного года, но переезд из старого здания ожидается чуть раньше. Рассчитываем уже к лету. Он уже, владыка совершил, был у нас 24 марта, совершил малое освещение, но сказал, что уже мы воскресную школу на первом этаже будем запускать. Вот сейчас вот уже потеплело. Мы приводим детей из вот этого ветхого здания, старого, сюда. Уже будут дети заниматься здесь. Лето иду, думаю, к сентябрю мы уже полностью сможем к началу учебного нового года уже запустить это здание. В Лобинском районе принято решение об объявлении благотворительной акции по сбору средств на строительство воскресной школы при соборном храме. Опубликовано обращение ко всем жителям Лобинского района с просьбой подключиться к этому богоугодному делу и внести посильный вклад в создание очага духовного просвещения.